Здравствуйте, дорогие друзья! На библейский портал Экзегиат поступил вопрос «Не согрешишь – не покаешься, не покаешься – не спасешься». Правильный ли вывод «не согрешишь – не спасешься»? А если допущена логическая ошибка в рассуждении, то и вывод, соответственно, будет неправильный. Но это фундаментальные законы логики. Остается разобраться, где в вопросе допущена логическая ошибка. Подойдем к первой части вопроса. «Не согрешишь – не покаешься» – вот этот тезис. Действительно, если человек не изменил в себе образ и подобие Божие, то ему не нужно покаяние, потому что помним покаяние, особенно вот греческий термин, если мы возьмем метаноия, изменение ума подразумевает, что человек переосмысляет не только поступки, но и умы, отношения, то есть меняется. Меняется и возвращается в то состояние, в которое был. Грех тоже мы вспоминаем – это пробах. Человек промахнулся, а потом человек взял и справился, стал правильным снова. Поэтому если человек не теряет подобие Божие, то ему и не нужно к этому подобию возвращаться. Тут вы абсолютно правы. В частности, это касается английских сил бесплотных, архангела Михаила, Гавриила и других, чьи имена мы не знаем. Они не согрешили, каяться им не надо, они Господа воспевают. Идем дальше. Следующее. «Не покаешься – не спасешься». Вот тут как раз нет. То же самое вот наши английские воинства, наши ангелы-хранители – этому лучший пример. То, что они в этом спасении пребывают. Да, они хоть и служебные духи, и пусть человек их совершенней потенциально, но, тем не менее, не отступая от Господа, им нет необходимости к этому возвращаться. И поэтому, если мы смотрим, то вот им спасение как таковое и не нужно. А если мы посмотрим на людей, то каждый человек, он уже подвержен первородному греху. Поэтому человеку можно и вообще и не грешить, но, тем не менее, если он не исправляет свою жизнь, то со временем, когда чистота младенчества души, она уже растворяется в житейской суете, человек все равно, его душа будет облеплена грехами. Именно поэтому человек порой думает, да зачем не исповедоваться, вроде честно живу, а на самом деле не видит тьмы страстей, которые, может, маленькие, но на его душе паразитируют. И вот то, что человек, если не покает, то не спасется, конечно, это применимо к абсолютно каждому человеку. Далее смотрим. Правильный вывод «не согрешишь, не спасешься». Действительно тоже правильный. Но где тут логическая ошибка? Что спасение — это уже возвращение состояния. Если тебе не нужно возвращаться в это состояние, то тебе и не надо спасать. Другое дело, что все люди уже впоследствии первородного греха и уже через собственный личный выбор греха они в этом спасении нуждаются. Поэтому, конечно, если ты не согрешил, то тебе каяться не нужно. Вопрос в том, что кроме как к ангелам, это никому больше не применимо. Любой человек согрешил. Другое дело, что насколько человек грешит, настолько ему нужно и спасение. Потому что человек помимо первородного греха, он сохраняет, несмотря на него, свою свободу волю, которая тоже, вот если мы помним, что спасение и возвращение к подобию Божию, то образ Божий, в том числе свобода, в нас сохраняется грехом, не повреждается. Мы всегда можем делать свободный выбор. И вот если мы посмотрим на Евангелие от Иоанна, восьмую главу, и прочтем там 34, 35 и 36 стих, что мы увидим? Иисус отвечал им, «Истинно, истинно говорю вам, всякий делающий грех, есть раб греха. Но раб не пребывает в доме вечно, сын пребывает вечно. И так, если сын освободит вас, то истинно свободны будете». Человек, он создан свободным. Свободный человек не нуждается в освобождении от рабства. Человек, который выбирает грех, он становится рабом греха. Раб уже сам освободиться не может. Да, мы, конечно, можем вспомнить бегство, восстание Спартака, приключенческие романы, там, как Одиссея Капитана Блада и так далее. Но от греха, от сатаны, это страшный усыпный, который будет свою жертву, своего раба постоянно держать. Держать в узде, держать на привязи, и даже ему будет кажется, что он ушел, а все равно он лукавый будет двигаться за веревочкой. Но Господь приходит и створит нас свободными. Признавая Господа спасителем мира, мы признаем, что да, мы грешны. Признавая, что мы грешны, мы признаем, что мы без Господа не спасемся. Поэтому себе надо ставить задачу не согрешить больше и отдалиться от спасения, не больше в свое рабство погрузиться, потому что Господь насильно нас не спасет. А Господь какой вывод нам предлагает? Потому что вывод — это не причина. Мы живем не по причине, не потому что мы родились. Мы берем и справляемся не потому что мы согрешили, а мы живем для цели. Мы родились для того, чтобы наследовать Царство Небесное и Вечную Жизнь. И вывод точно так же и в отношении наших поступков тоже такой, не причинный, не назад смотрим, а целевой, что и вывод такой, если ты хочешь быть со Христом, то ты будешь не в грех, не в рабство сатаны залезать, а будешь наоборот звать о спасении, идти ко спасению, и Господь тебе руку обязательно протянет. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео.